На совещании к комитету Госдумы присоединились и руководство города, и представители профильных министерств и ведомств, а также руководство спортивных федераций. Обсуждали, как водится постолимпийское наследие Сочи, а точнее, как и на какие деньги его теперь содержать. Ведь в Сочи и сегодня проводится целый ряд крупных мероприятий, но законодательно город к ним не имеет никакого отношения. К сожалению, пока еще нет такого понятия город-организатор. А на самом деле город Сочи сегодня является городом-организатором, городом-принимающим, скажем, чемпионат мира по футболу. Для этого мы принимали олимпийские игры, но и вообще на протяжении года мы принимаем какие-то соревнования. Естественно, что мы должны быть обозначены, у нас и в бюджете города должны быть предусмотрены деньги на то, чтобы мы могли на законных основаниях быть действительно городом, принимающим спортивные соревнования. Отсюда и целый ряд проблем. Город не может просить деньги на организацию мероприятий и даже тратить свои не имеет права. Это считается нецелевым использованием средств. Тем не менее, только с начала 2015 года в Сочи прошло уже 173 крупных спортивных мероприятия. Критерии, как попасть, какую можно получить поддержку, их нет. Законодательно ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровне. У нас есть критерии, вот я в Министерство спорта Российской Федерации, там есть план, там есть календарь спортивных мероприятий. Есть, по крайней мере, чём-то, что предложить коллегам, когда он хочет провести мероприятие, требующее государственную поддержку. А всё остальное, по большому счёту, у нас, я прошу прощения, проходит в виде субботи. Проводить мероприятие чуть ли не мирового масштаба на общественных началах город больше не может. Решение этого вопроса требует поправки законов или принятия новых. Это решаемо, то есть мы договорились, они сейчас напишут проект, то есть за проект, мы его будем дорабатывать, мы будем разговаривать и с Минфином, и с Минспортом. И этот вопрос просто нужно решать, мы его решим на самом деле, потому что это просто необходимо для нас всех. Много вопросов и выступающих возникло и к тому, как работать в рамках 44-го федерального закона, согласно которому приобретать спортинвентарь нужно только через торги. К Олимпийским играм вышел специальный указ президента, упрощающий эту процедуру. А вот к Чемпионату мира по футболу таких указов не издали. Спортинвентарь способен после проведения тендера соответствовать для детского, детско-юношеского спорта. То после проведения тендеров по тем условиям, которые должны соответствовать закону, уже не в состоянии выигравший тендер предоставить соразмерное оборудование для спорта высших достижений. И вот с этим, с этой проблемой абсолютно все встретились, сейчас работают. И, конечно, это очень трудно. Нас просили обратить на это особое внимание. Казалось, что проблем в спорте еще немало. Так, собравшиеся обсудили и новый закон о ГТО. По общему мнению, он требует серьезных дополнений, ведь пока не ясен механизм его реализации. Недоработанным оказался и закон о стандартизации спортивных школ. Как заявили чиновники, если его беспрекословно соблюдать, детские спортивные секции окажутся под угрозой сокращения. В целом, по итогам совещания, было внесено около трех десятков предложений и поправок. Все они будут рассмотрены уже на площадке Госдумы. Как раз получился вот такой симбиоз, как раз группа, команда людей, которые и строят, и управляют, и участвуют в соревнованиях как раз на всех этих олимпийских объектах. Поэтому как раз сегодня результат этой встречи, вот в этих материалах, которые мне передали, он будет внимательно изучен, внимательно рассмотрен. И я думаю, он как раз и ляжет в основу тех поправок, законам, которые на сегодняшний день существуют. Второй день выездного совещания комитет Госдумы проведет в полях. Делегация осмотрит стадион «Фишт», который сейчас перестраивают для проведения чемпионата мира по футболу, а также недавно открытый образовательный центр «Сириус». Галина Захарова, Борис Осинь, телекомпания «ФКТ».